Здравствуйте! В 2009 году, 5 лет назад, ушел из жизни первый поморский губернатор Анатолий Антонович Ефремов. Государственный человек, как его называли, патриот родного края, он стоял во главе Архангельской области 8 лет. На годы его руководства пришлись самые тяжелые экономические времена, безденежья, забастовки, развал предприятий, а он вселял веру в лучшие. Газопровод, алмазы, судостроение, проекты, которые начинал Ефремов. Откуда в простом деревенском человеке такая сила характера? Об истоках становления личности легендарного губернатора поговорим с родной сестрой Анатолия Антоновича, с Фаиной Антоновной Плетневой. Здравствуйте, Фаина Антоновна! Здравствуйте! Вот пять лет назад, как и нет, Анатолий Антонович с нами, о нем вспоминают добрым словом. Все, кто работал с ним, кто был рядом. Вот как считаете, почему о человеке так долго жива память? Марочка, прежде всего я скажу огромные слова благодарности от всего нашего Ефремовского рода, что действительно в течение почти целого года шла вахта памяти. Это было очень трогательно. Вот 13 октября отметили пять лет, а ведь весь год в газетах области, в газетах города публиковались воспоминания друзей, коллег, соратников и просто неравнодушных людей с добрыми словами о нашем Анатолии Антоновиче. Это было очень трогательно. Особенно хорошо прошли мероприятия 13 октября организованной областной администрации, когда пришлось мне даже четыре раза выступать. Собирались люди и у дома его, и у памятника панихида отслужена, и в библиотеке добролюбой, и в гостином дворе. Вот за всю эту организационную работу, большую работу, большое спасибо, и администрации области, и администрации города, и всем неравнодушным людям, которые подключились к этой вахте памяти. Деревни, родной земли, вот этого уж очень-очень не хватило. И вы знаете, я вот пришла, когда домой, и я всю ночь, вот вы знаете, вот есть такая книга, не знаю, читали вы или не читали, она выпущена в 2003 году, и она построена так, что здесь идет интервью с живым Анатолием Антоновичем, с живым. И я с удовольствием через много-много лет перечитала ее снова. Вот, пожалуйста, что он говорит о родной деревне, и вам прямо из книги. Не потому что я это говорю, потому что лично он говорит об этом. Вот что он говорит. «Я дорожу тем, что сам вышел из деревни, не по наслышке, не по книжке знаю, как там работают, особенно в период сынокоса, как трудно бывает во время паводка, как много дров нужно заготовить, чтобы зиму пережить, дороги почистить. В деревне большой труд, и надо, чтобы он был по заслугам оценен». Вот что интересно, действительно, вот этот деревенский дух, воспитание деревенское, очень его закалили, я бы сказала. Конечно, его развела последующая жизнь, значит, учеба, общение с известными людьми, но деревня дала самое главное. Давайте вот мы как раз с этого и начнем. Вы ведь на 10 лет старше брата. Я на 11 лет старше брата. Вот как радовались рождению младшего брата? Очень радовалась. Дело в том, что папа у нас заслуженный воин, как говорится, прошел весь фронт, после войны пришел домой, и его пригласили еще послужить на воинской службе. Пять лет он служил в Средней Азии, мы были с мамой, я тогда была одна. Колесили, да? По России колесили? По России колесили, и пять лет в Германии. Вот в Германии он прослужил один год в одиночестве, и приехал, соскучился, и говорит маме, так, наверное, бы нам надо завести сына. Но дело было сделано через год, действительно, 30 января 1952 года родился Толенька. Меня спросили, как назовем, но вот имя дала я, потому что где-то на парте в четвертом классе сидела с мальчиком, которого звали Толик. Очень радовались мы рождению сына. Тогда жива была наша бабушка Александра Павловна. Это мама нашего отца, легендарная бабушка. Так уж, они никогда не вспоминают, но поскольку мне больше всего довелось с ней жить до 16 лет и общаться с ней, то я, конечно, с большой грустью о ней вспоминаю. Бабушка, которая вырастила 9 детей, и вот первая награда, которая потом после нее пойдет в семя, была ее награда, Орден Материнская Слава за то, что воспитала 9 детей до взрослого состояния. Дедушка, к сожалению, умер в 26-м году, а она в 57-м, на 30 лет пережила. И вот это деревенское воспитание шло от бабушки и на меня, и на Толеньку. Первые годы маленький, маленький он рос, именно бабушка воспитывала его. Это как раз в Тайнокурье, вот в вашем родовом гнезде, да? Все в родовом гнезде в Тайнокурье. Где-то мне еще хватило того, что я жила в Средней Азии, в Германию, но Толеньку возили в Германию на три года, но он же малюсенький был. Его привезли оттуда конец 55-го года, это ему было всего три года, три года было, три года было ему. Так что вот это маленький там, он вырос там. Но когда он стал расти, вот так получилось, что вот, например, 10 классов я окончила в 58-м году в 69-й школе, мне было 17 лет. Естественно, девушке в деревне не хотелось оставаться. Я выехала в город, чтобы работать, я два года работала, потом поступила в институт, и так далее, и так далее. То есть вот его школьные годы я никак не знаю. А он учился как раз в цыгломинской школе? Он учился, он как раз жил вот в деревне с родителями, и учился, сначала он учился в деревенской школе у нас, четырехклассная деревенская школа, а с пятого класса в цыгломине, вот в этой самой 69-й школе, который я окончила в 58-м году, а он через 11 лет в 69-м году. Что хочется мне про деревенское воспитание сказать? Папа был у нас по-военному строг. Значит, он требовал, чтобы, во-первых, учился, конечно, хорошо, чтобы он учился, это требовалось, и потом еще, чтобы дома помогал по хозяйству. Вот он недаром тут говорит, и дрова заготовить. Хозяйство-то, в общем, это не городское хозяйство, да? Хозяйство не городское, а большой родительский дом, который был построен в 23-м году дедушкой. По тем временам, по 23-му году, он был самый красивый и большой дом в деревне. И стоит он до сих пор в 23-м году, будем отмечать, 100 лет ему. В 13-м году мы отмечали 90 лет дома, подремонтировали его. Конечно, дом любили, вот эта любовь к дому, как у отца была и у матери, как у бабушки с дедушкой, так это все предполагалось. Вот надо было ведь все уметь, да? И воду носить, вот он сам пишет, и это все с детства. Это было все естественно. Это было естественно, потому что все деревенские ребятки этим и занимались. Значит, весной поля копать, осенью картошку убирать, поля копать, а летом, летом дети никогда в деревне не болтались, как, извините, бывает в городе. Да, то есть вот трудолюбие-то, оно как раз вот совсем с малых ногтей. Вот, недаром о нем говорилось и в фильме, что он трудоголик. Вот оттуда шло трудолюбие, потому что надо было и пасти коров, кататься на конях, работать на сенокосе, и это он делал с большим удовольствием. А вот скажите, целеустремленность, это от отца? Целеустремленность, конечно, конечно, только от отца вот это. Потому что папу очень хвалили, очень ценили на службе, на воинской службе. И когда все-таки он отказался дальше служить в Германии, он пять лет отслужил, и ему предложена была уже и звезда подполковника, и еще должность повыше. Нет, я хочу на родину. Стремлюсь на родину к своему делу, к своему делу, к хозяйству, к дому. И у Толи вот это стремление, ну, правда, стремление вырасти у Толи. У папы росло это стремление после фронта, а у Толи после школы это стремление было, потому что папа воспитывал. Мне не хватило образования, я хотел тоже дорасти до генерала, он всю жизнь мечтал об этом. Но ты расти за меня, ты учись обязательно. Так что это было с молоком матери и со словами отца в него вложено. А вот общественная работа, да, все равно, ведь он же пошел в комсомол и так далее, строит ряды. Вот это тоже было какое-то с детства, организовать всех? Да, это было, это было. Коль скоро мы росли рыженькие, как говорится, золотые, нас сначала обижали, а потом стали считаться. Вот, например, он не давал себя в обиду, он уже мог быть и лидером среди ребят деревенских. И когда уже он поступил в институт, его, например, мы не узнавали. Настолько он был уже силен, крепок духом, и в обиду не даст, и умеет сказать, и ответить. И вот посмотрите, что он пишет в этой самой книге. В состуденческой скамье попал руководящий работники, это уже после студенчества. Был членом правкома, членом комитета комсомола, командиром студенческого отряда и объединенного даже, куда входили 15 стройотрядов, Вельского, Шенкурского и Устьянского районов. Комсомол дал мне очень многое. Так что не только деревня, а потом комсомольская работа, общение с ребятами активными комсомольскими, конечно, дали ему очень много. Но вот ему нравилось ведь это, да? Ему нравилось быть в будущем событии, быть лидером, да? Ему нравилось. Он вот тут интересно говорит, что он по характеру рос мальчиком веселым. Я даже мечтала в эстрадно-цирковое училище поступить. Даже в артистичность такая была с детства, да? Да, а у нас в детстве ведь папа веселый. Вот откуда все идет. Папа был главой семьи. У нас была большая семья. Когда мы приехали из Германии, в каждый праздник он собирался за большим столом братьев, сестер, племянников. И, кстати, говорил всегда в основном папа. Удивительно, деревенский мужичок, но поскольку он кое-что повидал в жизни и читал, конечно, он держал компанию в своих руках. А это все передалось и Толе. Это передалось и Толе. Все ведь вспоминают о нем, да? Как он такой балагурый. Да, балагурый. Анекдот всегда встал. И когда вот папа не стал, а он умер в 98-м году, к сожалению, то и опять стали все равно собираться компании. Уже Анатолий стал привозить своих друзей и комсомольских, и партийных, и собластных. И томодой был уже он. И я вот всегда слушала его и думала, конечно, это все от папы. Все от отца передалось. Все передалось от отца. А вот вы ведь храните и дом в Тайнокуре, который, скажем, большой дом, да? И церковь, которую вы тоже имитировали. Да, ну что сказать насчет церкви? Я немножечко назад вернусь. Бабулечка у нас, Александра Павловна Ефремова, была очень набожная, очень религиозная женщина. А ведь в те годы все-таки это не приветствовалось. В те годы, значит, она жила в Большом Тайнокуре, и до 1930 года, у нас стояла большая старинная церковь. Как говорят старожилы, она была не хуже Заостровской. Не хуже. И колокольный звон разносился к окресту очень красиво. И вы знаете, вот большие... А деревни были большие, потому что в семье по 5-10 детей, в порядке вещей было. Значит, деревни были густонаселенные. Так, транспорта, связи с городом не было. Цыглами только еще начинало строиться. То есть вся жизнь кипела вокруг храма, этой деревни вокруг храма. То есть тут венчались, тут крестили детей, тут умирали и так далее, и так далее уходили на тот свет все из церкви. Вот бабулечка у нас, во-первых, кончала церковно-приходскую школу при этом храме. Потом она прекрасно пела на клиросе при храме. Потом, когда она вышла замуж, венчала с дедулечкой. И потом она, когда рожала 12 детей, и каждого ребенка, ведь раньше с рождения 2-3 недели крестили в храме. То есть, когда мы стали жить с бабушкой, мы видели, что вот самое главное, во-первых, во всех углах иконы. Иконы, это назывались образа. Образа по три иконы в углах. И утром Толенька была еще маленькой, вот мы приехали из Германии, закрывалась крепко дверь в бабушкину комнату. Бабушка знала, что стелит коврик перед образами и молится за всех нас. А папа позволял? Не препятствовал? Нет, папа не смел. Все-таки ведет советский военный. Пока бабушка была главой семьи, папа не смел препятствовать. И, кстати, сказать, он ничего не говорил про Бога. Единственная фраза. Вот тут в книжке Толя говорит, что я потому не погиб в войну. Толя вспоминает, что я верила в Бога. Это не совсем так. Он говорил, я потому не погиб в войну, потому что у меня был маленький ребенок дома. Он меня хранил. То есть я 1 мая родилась, а он где-то в августе ушел на фронт. Он вот так говорил. А что верил в Бога, не было. Он говорил, потом уже через много лет, он мне говорил, Фаина, ну вот все говорят про Бога. Но ведь его же никто не видел. Он мне говорил, ну как же так верить Бога, если его никто не видел. То есть он не верил, но однако же очень относился с уважением к маме. К маме, конечно, с величайшим уважением. Потому что и все сестры, когда вот у него же три сестры и пять братьев было, когда в праздники Пасху и Рождество всегда отмечали, приходили в дом, это обязательно молились на образа, троекратно целовались с бабушкой. То есть вот эта глава была бабушка всего религиозного нашего клана. И вот я считаю, что именно это нам передалось и Толе, и мне. Кто бы мог подумать, что Толя через много лет, бабушка умерла в 57-м, а он церковь построил в 2004-м. Вот это как-то передалось, как-то передалось ему. Была я в деревне, подходит ко мне такой, старожил деревню Леня Лисин. И говорит, Фаина, пока твой брат в губернаторах, пусть он нам поставит церковь. Я говорю, что ты, Леня, уж давно забыли про эту церковь. А попробуй, поговори с ним. Хорошо. 30 января 2003 года у Толи день рождения. Я будний день пришла к нему на работу, как и многие пришли его поздравить. Ну, поздравила, зашла в кабинет и говорю, Толенька, вот такой разговор. Наши земляки вот просят тебя поставить храм, пока ты... А он говорит, да что ты придумала это? Да ну, да не может быть. Да мне некогда. Да не, Фаина, ты все придумала. Ну, ладно, я ни с чем и ушла. Где-то в марте месяце звоню Марии Алексеевне. Напоминаю. Говорю, Маша, вот такое дело, земляки вот просят. А надо что-то, Фаина. У него впереди выборы. Третий выбор. Да ему не до того. Конечно, даже хлопотное дело. Ему некогда. Хорошо, но нет, так нет. Летом. Каждое лето Толенька проводил на своей родной дачке, которая была построена как банька, и потом получилась маленькая дачка. На берегу, значит, напротив нашего родительского дома, на берегу реки. Приходят земляки, к нему мужчины, и заводят этот разговор. Разговор, видно, возымел силу. Я не присутствовала. Дело в том, что к осени 2003 года он уже стал ездить, я знаю уже фотографии, по области, смотреть часовинки, смотреть срубы, советоваться со специалистами, и слава тебе, Господи, собрался сход, собрали всех деревенских, приехали, но это я сама присутствовала, помню, приехали друзья-коллеги, и значит, он в центре, вот давайте, как ваше мнение, все да-да, с удовольствием, давайте сложимся, такая коробка была для сбора денег, кто мог, сколько положил, сумма набралась большая, был заказан сруб, и где-то к Новому году сруб 2003-го уже стоял, а 7 марта 2004-го была проведена первая служба. Мы все молились, потому что впереди были его третьи выборы. А вы сейчас ведь староста этой церкви, да? Да, да, вот он церковь-то поставил, а сам вот ушел в 2000, и пока вот его не избрали в 2004-м, но все равно вот эти 4 года он приезжал, приезжал, потому что у нас, у родителей дни рождения 16-17 августа, и он считал святым делом в эти дни приехать в деревню, раньше на дни рождения, а теперь уж на могилу к родителям, а раз приехал, то, конечно, навестить надо было храм. И спасибо ему, что он привозил своих друзей, которые помогали ему строить этот храм, особенно Владимир Григорьевич Левачев больше всего ему помогал строить храм. И они приезжали, пока он был жив, в храм и молились. Да, а вот скажите, Фаина Антоновна, земляки сейчас вспоминают, Анатолий Анатольевич? Конечно, конечно, моя дорогая вспоминает, потому что я уж так оформила, поскольку, ну, негласно получилось так, что никто не берется за храм, только мне пришлось быть старостой. Никто, народ в деревне очень уже старенький, вот, не смелый, не знают, как и что, откуда мне Бог дал силы и разума. Ну, это уж ваш крест. Да, мой крест, и я вот с 2004 года, 10 лет, храму в прошлом году мы отметили, являюсь старостой. Сзади у нас иконостас, очень красивый, который расписывал Сергей Егоров, заслуженный иконописец, которого сейчас забрали в Москву. Спасибо ему. Но у нас еще работает он, да, значит, он расписал храм. Он расписал нам иконостас. Все же остальные стены были пустые, это была моя забота. Где-то покупали, где-то кто-то давал денежки, кто-то дарил иконы, и самое главное, уж я так сделала, чтобы была обязательно фотография Анатолия Антоновича напоминала. А в прошлом году, в честь десятилетия, храма, я сделала стенд, приезжайте, посмотрите, целый стенд, на котором были фотографии вот того 7 марта 2004 года, где мы большой группой с Анатолием Антоновичем вот первую службу проводим. Приезжайте, посмотрите, очень интересно. А вот как вы считаете, если нам где-то даже обобщить, как вы считаете, что помогло все-таки деревенскому пареньку добиться вот такого поста и такой известности на государственном посту? Что помогло? Все, что дано ему было природой. Ну, наверное, дано ему было природой. Но, во-первых, дано было отцовским воспитанием, деревенским воспитанием и потом стремлением, вот, кстати, вот из всех деревенских ребят, ведь только он так высоко поднялся. Вот я о чем, да. Его стремлением вырваться с этой деревенской жизни, с тяжелой деревенской жизни, сделать жизнь лучше. И потом, когда он стал губернатором, и когда вот такое время было, как вы рассказывали, что и зарплаты не платили, и так плохо было, люди голодали и так далее, единственное стремление было сделать жизнь лучше. И вот еще такая хорошая читательница, почему-то мне вот это бросилось, запомнилось. Значит, папа у нас был, конечно, работал, после службы приехали, он был авторитетным человеком и в деревне, и в поселке, работал в гор, сейчас скажу, в горпромкомбинате механиков, очень увлекался техникой, и в горпромторге. И вот интересный момент, в 78-м году у меня муж получает квартиру, мы переезжаем в новую квартиру на Гагарина 50, обставились, не хватало ковра. Тогда так трудно было купить ковер, так проблема. Ну, молодой хозяйке хочется, чтобы был ковер в доме. Поехала к папе. Папа, работаешь в горпромторге, зав. гаражом и главным механиком. Папа, ну у вас ведь выписывают ковры. Ваши же работники потихонечку все равно ведь получают ковры. Себе, да, получают. Ну, сделай, ты выпиши для себя, мы оплатим. Папа посмотрел на меня строго и сказал, знаешь что, Фаина, не обижайся, но я этим заниматься не буду. Вот и все. Проходят годы, много-много лет. Толенька становится губернатором. 96-й, 97-й. Мы живем в этом доме и никак не можем поставить телефон. Ну, где-то как-то что-то проворонили, когда в первые месяцы ставили, а больше никак не можем поставить телефон. Пошла я к нему, мне подсказали, к 97-й, по-моему, год. Говорит, Оля, вот такая забота. Ну, прости-то ради Бога. Ну, ничего мы никогда у тебя не просили. Ну, без телефона очень плохо. Я тогда работала в Октябрьском исполкоме. Это далеко. Поморская один. Толя тоже далеко работал. Муж у меня тоже Толя. Двое детей дома. Ну, помоги-то поставить телефон. Он посмотрел на меня очень внимательно. Извини, дорогая, я этим заниматься не буду. Я к чему говорю, я к чему говорю, что ко мне, когда приходили подруги, знакомые, незнакомые, говорили, ты сестра губернатор, ты так скромно живешь, что, дескать, все думают, что ты от брата что-то там лишнее имеешь. Да ничего мы не имели и не стремились, и не просили, потому что знали, что на чем заниматься. Не обижались? Нет, не обижались. Обиды не было, потому что воспитана была отцом, что сами справляетесь. И потом мы же были на 11 лет старше. Довольствоваться тем, что есть. Да, довольствоваться тем, что есть. На 11 лет были старше, значит, в материальном плане мы жили лучше. Им было самим трудновато. Мария Алексеевна вот пишет в воспоминаниях, что первые 10 лет жили очень трудно в материальном плане. Да, потому что у него работа, сплошные командировки, Друзья и работа на первом месте, семья на последний год. А вот, да, скажите, род-то рыжеволосых-то, и фремовых, он продолжается? Старший сын у него, кстати сказать, совершенно русоволосый. А Алешенька рыжеватый. Алешенька рыжеватый, черные глаза у него большие, как у мамы, красивые, высокие, стройные, рыжеватые. И вот Алеша женился. У него красавица жена Яночка, значит, родила первого мальчика Артемия, ему скоро будет 5 лет, рыжеватые волосы. Рыжеватые и похожи на Алешу и в нашу родню. Но второй ребенок, Марк, ему будет 2 года. Но рыжий при рыжей, кудрявый при кудрявой. Так что вот идет продолжение, где в детях... Марк Ефремов. Да, Ефремов. Все они, слава богу, Ефремовы. Сейчас в Цегламенской школе вот открылся ведь музей, Анатолий Антонович, да? И вы много выступаете перед ребятами. А что говорите, о чем рассказываете? Ребята, конечно, знают, потому что, поскольку было дано много материала, и классные руководители по классам провели беседы. Дети знают, кто такой Анатолий Антонович, и что учился, и то, и все знают. И то, что я вчера была, с удовольствием слушали. Шестые и седьмые классы, и восьмые и девятые классы. Но хорошо, что поставили дело так, что, значит, я не знаю, как, я с техникой не дружу, через какой-то проектор показывали фотографии Анатолия Антоновича, показывали в большом плане. И я, по ходу этого рассказывала о нем. Слушали с удовольствием, задавали вопросы. Вы знаете, и последний вопрос. Как вы считаете, вот какие качества характера, какие черты его личности можно подчеркнуть сегодняшним руководителям, ну, любого, наверное, ранга? Какие качества? Конечно, настойчивость в достижении вот этих дел, за которые ты взялся. Ведь Анатолий, если что-то здесь не получалось, ехал в Москву, как он говорил. Он вхож был ко всем министрам, он добивался, он ехал за границу, что-то новое вез к себе в страну, знакомил с людьми известными, которые должны были продвигать экономику и политику в своей области. Вот настойчивости, по-моему, надо побольше руководству. Ну, а дальше, наверное, сами знают. И потом вот те планы, которые он не успел осуществить, Толенька, надо бы их притворить в жизнь-то. Надо притворить. У вас болит душа за свой край? Очень болит. Особенно, наверное, за тайнокурье родное. И за край, и за область, и за тайнокурье, и за храм. Да, особенно за храм. За храм я хотела бы еще сказать, что после смерти Толеньки, значит, друзья его товарищи, очень хорошие друзья. Я благодарна им за то, что храм построили и поддерживали его. Но теперь они эти последние пять лет не появляются у нас. Я на каждых встречах бываю, поминальных, и каждый раз говорю, приглашаю вас, приезжайте. Там же, кстати, на иконостасе, что интересно, каждая икона к какому-то его другу относится. То есть за эту икону он отдавал деньги, чтобы написать. То есть каждая икона кому-то принадлежит на иконостасе. Так я говорю, приезжайте, помолитесь вы в вашей иконе, они же ждут вас. Вам сил, активности, терпения, здоровья, долгих лет. И спасибо большое, что вы пришли. Ну ладно, и вам спасибо большое. В гостях была Фаина Антоновна Плетнева, сестра первого губернатора Архангельской области Анатолия Ефремова. Анатолий Антонович скончался в возрасте 57 лет. Его отпели в родном селе Тайнакурье в церкви, построенной по его инициативе. Идут годы, а его помнят и вспоминают. Что особенно ценного оставляет после себя человек на земле? Добрую память, лучшую часть души, которую ему посчастливилось передать другим. Справедливо заметил писатель, драматург Виктор Розов. Такие дела. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!